МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получил стандартный полный привод с распределением крутящего момента, систему контроля при спуске и вариант электронного усилителя рулевого управления ВРХ с двойной шестерней, который якобы обеспечивает лучшую управляемость как на дороге, так и на бездорожье. Дорожный просвет 221 мм, заявленный Субару, идентичен предыдущей версии автомобиля. Внешне панели кузова Форестер сглажены вокруг фар и приподняты над колесными арками, чтобы придать ему более агрессивное положение. Новая радиаторная решетка расширена, чтобы лучше подчеркнуть стреловидные светодиодные фары, но Форестер сохранил высокий салон как для пространства в голове, так и для узнаваемости бренда. Несмотря на свою квадратную форму, у Форестер есть некоторые аэротехнические приемы вдоль плоских сторон, в частности новое вентиляционное отверстие в задней части колес, чтобы выводить воздух из колеса, уменьшая подъемную силу на трассе. Комплектация Base и Premium поставляется с 17-дюймовыми колесами, Limited получает 18-дюймовые, а модели Sport и Touring ездят на 19-дюймовых колесах с новой бронзовой отделкой. Дизайн интерьера представляет собой эволюцию привычного вида, центральным элементом которого является портретный сенсорный экран, встроенный в переднюю панель между парой вертикальных вентиляционных отверстий. Форестер теперь предлагает 11,6-дюймовый вертикальный экран и беспроводная зарядка для смартфона на всех уровнях комплектации, кроме базовой, получающий пару 7-дюймовых экранов для информационно-развлекательной системы и климат-контроля. Для водителя новое сидение лучше поддерживает бедра и нижнюю часть спины, а верхняя часть сужена для лучшего обзора сзади. Двухзонный автоматический климат-контроль входит в стандартную комплектацию, а комплектация Turin теперь оснащена вентиляцией и подогревом передних сидений. Среди новинок 25-го модельного года – панорамный люк и подъемный механизм пятой двери с активацией движением ноги. Еще появилась улучшенная система iSight, которая теперь имеет более широкое поле зрения и может быстрее распознавать велосипедистов и пешеходов на дороге и применять экстренное торможение. Чтобы помочь водителю лучше видеть вокруг, теперь доступна дополнительная камера обзора на 360 градусов. Новый Forester также имеет самый просторный грузовой отсек, который когда-либо был у модели – 838 литров с поднятыми сидениями или 2107 с опущенными. Существуют также винтовые крепежные точки для разнообразных аксессуаров, и багажное отделение разделяется на две части, а модели – оснащенные электроприводом подъемных дверей. Теперь получают датчик приближения. Под капотом знакомый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Subaru, выдающий 180 лошадиных сил и 240 ньютон метра крутящего момента. Беступенчатая коробка является стандартной, в высших комплектациях предлагает ручной режим с переключателями на руле. До 100 км в час автомобиль разгоняется примерно за 8 секунд. Как и последняя версия системы полного привода автопроизводителя, которая была пересмотрена для более быстрой реакции и активного распределения крутящего момента на задние колеса. Как и старый Forester, система X-Mode стандартна для всех, кроме базовой комплектации, помогая улучшить производительность на бездорожье. Японцы заявляют, что с выходом на рынок будет доступно 5 уровней комплектации, а затем, вероятно, появится гибридный вариант. К сожалению, Subaru не сообщила никаких подробностей о том, в какой форме может быть представлен этот силовой агрегат и какова его мощность. Subaru Forester 2025 поступит к дилерам следующей весной, и к тому времени автопроизводитель не обнародует информацию о ценах. Однако вряд ли внедорожник будет дешевле, чем стартовая цена Forester 2024 года – 28 390 долларов. Как один из самых продаваемых внедорожников на рынке, Subaru Forester обладает верными поклонниками, которые ценят его практичность, эффективность и возможности. Автопроизводитель не планирует изменять это с новым Forester, но постоянные клиенты все равно должны оценить более жесткую конструкцию, большую грузовую площадь и дополнительные технологии автомобиля. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok